Я сначала представлюсь. Я работаю в ГАИШе, заведующий отделом небесной механики ГАИШ. По совместительству я преподаю на физическом факультете на кафедре небесной механики астрометрия и гравиметрия. В рамках нашего курса лекций я вам расскажу про задачи небесной механики. В этом названии у меня, вы видите, некоторая претензия такая, как вы видели, интересные и полезные задачи небесной механики. Я тем самым хочу несколько обратить внимание, что в отличие от задач других разделов астрономии, которые предоставляют возможность решения интересных задач, небесная механика предоставляет возможность решать не только интересные задачи, но и полезные. В чем их полезность, мы сейчас с вами дальше будем рассматривать. Значит, небесная механика в основном изучает Солнечную систему. Вопрос, зачем это надо? Вообще говоря, я советую всем, начиная с какого-то возраста, кто помоложе, можете себе этот вопрос не задавать, а вот начиная с какого-то возраста, пожалуйста, задайте себе вопрос, а зачем все это надо? Очень отъявляет этот вопрос, когда начинаешь его задавать и не находишь ответа, то теряешь землю под ногами. Значит, зачем нужно изучать Солнечную систему? Три цели. Первое, удовлетворение любопытства. Это весьма необходимая вещь. У нас с вами заложено это свойство любопытства. Вот, у меня мои коллеги отправляют, говорят, не говори любопытство, а говори любознательность. Я не знаю, как правильно сказать, любопытство или любознательность. Дальше. Расширение следы обитания человека. Вечная проблема человечества. Европейцы поплыли на Запад, думали Индию там встретить, наткнулись на Америку. В общем, зачем мы это делали? Расширяли следы обитания. Теперь мы расширяем следы обитания на всю Солнечную систему. У нас по Солнечной системе столько этих самых наших аппаратов снуют туда-сюда, туда-сюда, вокруг одной планеты, вокруг другой планеты. Вообще один за пределы Солнечной системы вылетел. Еще одна функция Небесной механики – это защита от опасности со стороны Солнечной системы. Что это за опасности? Ну, я не буду вам рассказывать, если вы знаете. Это падающие метеориты. Значит, это астероиды, опасные сближающиеся с Землей. Это все нужно изучать. Небесная механика не дает рецепта, как избавиться от этого, если вдруг опасность пришла. Хотя, вообще говоря, те проекты, которые служат защите именно от этих опасностей, они связаны тоже с Небесной механикой. Короче говоря, Небесная механика, в отличие от других разделов астрономии, кроме того, что она интересна, она еще и полезна. Польза есть еще другая. Сейчас вы увидите из моего доклада, что не только расширение среды обитания, не только защита от опасности со стороны Солнечной системы. Есть еще одна функция, очень полезная. Классическая Небесная механика. Я противопоставляю классическую Небесную механику и современную Небесную механику. Классическая Небесная механика. Задача трех тел. Что это такое? Задача стояла, как стоит, так стояла. И она как не была решена, так и до сих пор не решена. Устойчивость Солнечной системы. Задачу Лаплас Лаграмш поставил. Пытались, пытались решить, так и не решили. До сих пор она не решена. Вы представляете, задачи классической Небесной механики, самые главные, они до сих пор не решены. Современная Небесная механика. Успешно решается задача расширения следа питания, я уже вам сказал. Защита от опасности со стороны Солнечной системы решает только современная Небесная механика. Другие разделы астрономии. Как они выглядят? Что нужно сделать? Нужно увидеть и объяснить. Небесной механике тоже много чего надо объяснять. Вот, например, у нас большой специалист работает в ГАИШе и в Центру МАСС. Почему бы это? Это задачи Небесной механики. Надо это объяснить. И Борис Петрович это объяснил. Поэтому он это увидел и объяснил. Это вот относится к Небесной механике. Небесной механики, в отличие от других разделов, это увидеть невидимое, а самое главное, приспособить для жизни и прогресса. Вот я все время привожу такой пример. Раньше ты по Москве, по проспекту, смотришь на дома, на балконах тарелки, тарелки, тарелки. Сейчас их нету, знаете почему. Но сейчас тарелки еще остались во дворах сельских домов. Вот когда едешь на поезде в Сибирь, это велосипедное, и такое случилось, я смотрел в окошко и все время во дворах видел эти большие тарелки. А куда их направлять, эти тарелки? Вы знаете, куда их направлять? Где этот геостационар, куда нужно направлять тарелки? Его же не видно. Ну мой друг говорит, что его проблемы. Я попробовал туда, попробовал сюда, смотрю какой там сигнал. А вот небесные механики могут точно знать, куда направить эту тарелку. И даже молодые небесные механики об этом знают. Почему? Потому что у них практикум есть. Задача практикума по небесной механике это определить, куда направлять тарелку на этот геостационар. Поэтому если они зачет не получат по задаче, они дальше не пройдут, а зачет получают. Поэтому они это узнают точно. Ну здесь план доклада. Что мы изучаем? Солнечная система. Чтобы изучать Солнечную систему, надо знать, а что это такое? Из чего она состоит? Что у нас в Солнечной системе есть? Ну поскольку она называется Солнечной, наверное, там Солнце есть, правильно? Кстати, интересная вещь. Я отвлекусь немножко от этого плана доклада. Значит, что у нас в центре Солнечной системы находится? Как вы думаете? Спросите у астрофизика, что в центре Солнечной системы? Ну, скажут, Солнце. Спросите небесную механику, что в центре Солнечной системы находится? Нормальный небесный механик, который занимался вычислением, он скажет, в центре Солнечной системы находится центр масс Солнечной системы. а вовсе не Солнце потому что Солнце вокруг центра масс снует туда-сюда вы знаете, была такая ошибка когда вычисляли эфемериды планет относительно Солнца, то получались неточные эфемериды когда стали относительно центра масс получились точные эфемериды но это отдельная задача и так, кроме Солнца есть еще планеты сейчас их считается что 8 спутники планет здесь неправильно цифра луна малые планеты, астероиды вот смотрите, я посмотрел на 8 апреля 2019 года вот сколько известно астероидов что значит известно? это значит определены их орбиты вот орбита астероида тогда считается, что мы его знаем вот такое число смотрите, почти к концу этого года наверное 800 тысяч будет астероидов ну кометы значит естественно вот искусственные спутники Земли есть метеорологические низколетящие, чтобы пофотографировать облака поближе вот геодинамические навигационные навигационные знаете если бы это ГЛОНАСС это значит СПС спутники другие системные идет стационар вот все эти спутники они все чтобы их рассчитать от движения вообще говоря эксплуатировать нужна небесная механика без небесной механики вы ничего не сможете с ними сделать а вот именно эти спутники дают нам удобство какие удобства нам дают спутники ну смотрите навигационные у каждого в кармане смартфон да, включил сразу посмотрел где ты находишься и вы что думаете что ваш смартфон определяет ваше положение относительно Москвы ничего подобного ваш смартфон определяет свои координаты относительно навигационных спутников а вовсе не относительно Москвы это там потом вычислениями достигается что вы определяете свое положение относительно той дороги по которой вы едете вот эти удобства составляют навигация ретрансляция телевизионного сигнала с помощью искусственных спутников Земли никуда без них не денешься вот откуда еще польза кроме расширения среды обитания и защиты от природы вот здесь приводится чтобы люди примерно представляли себе масштабы я своего внука спрашиваю сколько километров до Луны не знаю, я говорю, стыдно не знаю, сколько километров до Луны я своих студентов 4 курса приходят ко мне и спрашивают, сколько километров до Луны не знают вы знаете, сколько километров до Луны? 300 тысяч сколько? 380 тысяч примерно а до Солнца сколько? 150 миллионов 150 миллионов километров вот запомните, хотя бы расстояние до Луны и до Солнца вы должны знать может кто-нибудь спросит даже не астроном скажет, сколько километров до Луны а вы не знаете вот здесь написано, что самый далекий объект на расстоянии у нас 7 астрономических единиц немножко устарело я сейчас имел дело с астероидом который на расстоянии 107 астрономических единиц то есть еще дальше ну, пойдем дальше значит, астероиды и кометы ну, здесь вот количество их ну, я думаю, что не стоит здесь особенно останавливаться на этой таблице вот троянцы, знаете, что такое? троянцы название красивое, да? троянцы ну, на орбите Юпитера ну, вообще-то говоря, не обязательно знать что это за троянцы там это астероиды, которые с орбитальной спутнику Юпитеру или с орбитальной Сатурну то есть на той же самой орбите под 60 градусов вперед по движению 60 градусов назад вот там они скопились эти троянцы что они там делают эти троянцы что они там скопились они сами не знают там есть такая задача еще Лагранж решил значит, частное решение задачи трех тел есть точки вибрации вот они там в этих точках вибрации скопились ну, кентавры есть это так, одна часть комет пол-пол-тела кометное половина астероидное вот кентаврами назвали так спутники планет вот здесь правильная цифра приведена это на сегодняшний день 189 спутников планет казалось бы ну, такие малозначительные тела вот планеты это большие там все такое вот их орбиты изучали еще давно а вот спутники какие-то такие ну, мало значительные ну, подумай, что там у планеты есть спутники спутники гораздо важнее чем планеты на самом деле почему они важны? они важны по крайней мере без спутников вы массу планеты не определите никак ну, говорят там по взаимному влиянию планет еще Лагранж там определял Лаплас очень не точно а вот по спутникам масса планет очень точно определяется только благодаря спутникам это раз но еще спутники имеют значение чисто вот для расширения среды обитания дело в том что на Юпитер вы не посадите никакой аппарат попробуйте посадить на Юпитер ну, ваши все смартфоны там раздавят гравитация и один смартфон там не выйдет на Юпитере тем более сесть очень трогно на Юпитер вот я сейчас не помню найдусь какая там сколько же там ускорения это полюбопытнее можете посмотреть где-нибудь в интернете найти но страшная гравитация а вот вокруг Юпитера есть спутники особенно Галилеев 4 вот места для освоения для расширения среды обитания великолепные места единственное что там на спутнике и у вулкана есть как это хорошо там тепло можно поставить какие-нибудь там электростанцию на вулкане электричество будешь добывать вот эти вулканы они сияют там как фонари если в инфракрасном свете посмотришь на этот спутник ИО там такие прямо фонари сияют несколько штук один из них называется Локи вот такой вулкан вилкан вот ну вот такое количество спутников здесь на таблице вы видите у каждых близкие главные далекие я не буду подробности внедряться значит подробности вот на спецкурсе для пятого курса я читаю значит практическую небесную механику там эти подробности изучаем силы взаимодействия телесолнечной системы доминируют силы гравитационной природы конечно световое давление сопротивление среды вязко-упругое сопротивление деформируемых тел во всех трех случаях трудности вот с гравитацией нет трудностей там эти уравнения численные крючительные интегрированные вот аналитически как-то решаются потому что раз уравнения записал они точные остается только их правильно решить а вот в этих трех случаях уравнения не точные я почему они не точные потому что световое давление знаете почему не точно определяется казалось бы это самое значит известный закон там Столетов или кто там первый его открыл этот закон известный закон как свет давит на спутник но дело в том что его вот поверхность которая освещается ее нужно знать ну мне говорят что тот перед запуском спутник покрутил на земле в разных плоскостях затабулировал его значит эту поверхность и все в порядке так хорошо можно а когда спутник входит в тень это вообще нет проблем отключается световое давление но вся проблема начинается когда он из тени начинает выходить дело в том что вот эти спутники GPS они ориентированы по Солнцу у них датчик Солнца они все время ориентированы по Солнцу потому что солнечные батареи нужно направлять чтобы инерги оттуда Солнце получать поэтому они ориентированы по Солнцу поэтому ориентация их известна и световое давление можно вычислять когда в тени и не надо вычислять его нет вот самая проблема начинается когда спутник выходит из тени на Солнце он выходит в ориентации какой-то и начинает судорожно искать Солнце и пока он судорожно исчет Солнце он колеблется его тело совершенно неизвестным способом и предсказать как оно колеблется невозможно и тут вот учесть световое давление очень трудно это вот один из источников ошибок в определении координат спутников GPS сопротивление среды у нас давление сейчас вроде повышенное давление атмосферное на Земле как оно меняется атмосферное давление наше ну вот сколько там миллиметров крупного столба вы знаете это несколько процентов там десятки десяток процентов может быть а знаете как давление меняется в том месте где спутники летают там давление атмосферное меняется в десять раз а самое страшное то что непредсказуемо вот вы можете здесь предсказать какое будет атмосферное давление здесь в Москве через неделю ну через неделю уже не может но хоть на завтра вы наверное будете знать а вот там где спутники летают световое давление непредсказуемо вязкоупругое свойство приливы, ну вы знаете там, но с приливами тут такая история была недавно совсем в небесной механике все же знают, Луна вызывает приливы в теле Земли Земля вращается быстрее, чем Луна поэтому этот горб который возникает приливной он впереди Луны Луне создает энергию Луна удаляется от Земли Земля тормозит свое вращение отличная модель настолько к ней привыкли что решили ее применить к спутнику Юпитера Ио там тоже Юпитер вращается быстрее, чем спутник по орбите, решили так же, как Луна все будет такое стали измерять движение спутника Ио что такое? ничего не получается оказывается, Ио вместо того, чтобы улетать от Юпитера как Луна, он падает на Юпитер знаете, это было такое замешательство это были 70-е, 80-е годы небесные механики вот так вот ходили ломали голову в чем дело? Ио должно улетать кстати, Ио это женское имя значит, должно улетать а он падает и вот тогда один известный небесный механик по фамилии Акснос придумал объяснение оказывается, спутник а вы знаете, как сориентированы все спутники? вот для тех, которых я на лекции читаю классификация вращения спутника три типа первое это спутник огурец, который своей длинной стороной обращен к планете летает вокруг планеты все время обращен как Луна все время от одной и той же стороны вот эта длинная от ось все время направлена к планете второй тип вращений это когда вращение неизвестно вот неизвестно и все вот такой тип вращений есть еще третий тип вращения хаотический ну, что такое хаос это вообще вещь растяжимая трудно объяснить ну, вот, например спутник Гиперион у него вращение хаотическое ну, можете себе представить хаотическое вращение в нашем простом бытовом таком понятии вот примерно так это происходит так вот, значит Аксенс придумал объяснение этот спутник ИО вот так вот колеблется почему бы ему колебаться? а потому что он вращается равномерно а орбита немножко электрическая и поэтому направление на Юпитер этой вот длинной оси все время меняется поэтому по отношению к направлению на Юпитер направление этой оси меняется а там еще спутник Европа недалеко летает тоже возмущает его движение поэтому этому спутнику приходится вот так вот колебаться немножко ну, не с такой скоростью как-то выходит для него вот чуть помереннее но вот из-за этих колебаний у него в его теле возникает прилив а все тела у нас в природе они не просто упругие они вязко-упругие и вязкость вызывает диссипацию энергии поэтому оказалось, что спутник Юпитера ИО теряет энергии из-за диссипации у себя внутри больше, чем он приобретает от крыльевых теле Юпитера и поэтому падает на Юпитер вот такая интересная штука же значит меня спрашивают ты какую модель используешь в своей небесной механике? я говорю использую законы Ньютона да ты что, говорит уже давно общая теория относительности открыта а ты все еще используешь это притяжение Ньютона я говорю ну ладно, ладно значит, мы и общую теория относительности используем только небесные механики как-то смотрели на эти уравнения Эйнштейна ужас какой ну невозможно их решать совершенно и поэтому небесные механики придумали приемчик такой простенький приемчик они решили есть некоторые воображаемые силы непонятной природы которые действуют на движение небесных тел обозвали эти эти, значит, силы силами эффектами общей теории относительности то есть придумали некий эффект который действует точно так же как действовало бы какое-то там возмущение от какой-то там планеты или от сопротивления атмосферы еще от чего-нибудь то есть небесные механики взяли свой инструмент свою теорию возмущений придумали некие вымышленные возмущающие силы но они их описали довольно хорошо и оказывается, что эти возмущения от этих вымышленных сил действуют так же как отличие общей теории относительности от теории Ньютона великолепно работает везде даже вот в случае ЖПС в случае там межпланетных перелетов великолепно это работает нет проблем во все времена основными задачами небесной механики были знаете какие геодезия и навигация вот это породило практическую небесную механику самый главный в мире институт небесной механики в Париже знаете как он когда его в 1795 году создали этот институт и он назывался бюро долгот при чем тут долготы какое отношение к небесной механике вот главный институт небесной механики назвали бюро долгот почему потому что две задачи поставила эта республика тогда это была временная республика во Франции и правительство этой республики собрало умных людей и говорят вот у нас две задачи первое землемерение на территории нашей страны Франции а второе мы говорим мореплавателям нам навигация нужна поэтому обеспечьте нам навигацию и землемерение во Франции вот поэтому возник институт бюро долгот вот это здание этого института половина это башня половина это здание этого института но институт тут занимает второй третий пятый этаж в этом здании он занимает второй третий и пятый этаж так исторически сложилось классики небесной механики на Эфелевую башню если вы там поищите вы не найдете ни одного имя астрофизика почему очень просто объясняется дело в том что астрофизика возникла после Эфелевую башню сначала построили Эфелевую башню потому астрофизика возникла а вот небесная механика была еще до Эфелевую башню поэтому имена небесных механиков там есть астрофизиков нет диодинамика навигации раньше навигацию делали с помощью СИКСТАНТА а сейчас делали с помощью ГПС и ГЛОНАС вот такой прогресс новая задача это межпланетная навигация чтобы летать по Солнечной системе нужно хорошо знать движение планеты зачем спрашивается знать а потому что нужно точно рассчитать этих горючего-то на корабле мало и поэтому надо его расходовать экономно а что-то экономно нужно маневр совершил и сразу полетел прямо к МАРСу а если чуть не точно рассчитал координаты МАРСа при подлете нужно снова включать движок и корректировать свою траекторию надо тратить горючее поэтому чтобы поменьше потратить горючее надо поточнее вычислять координаты поэтому нужно вычислять координаты планет как только можно точно в этой задачи решается естественно методами небесной механики на основе астрометрических наблюдений источником всех наших знаний от Солнечной системы является что конечно же наблюдение никакие идеи или теории не могут быть источником знаний это только методы все говорят о я новые знания принес в науку я придумал новые теории новые идеи ничего подобного ничего не принесли вы только методы принесли а новые знания приносят только наблюдение куда глядят астрономы в 19 веке смотрели телескопы в 20 веке микроскопы почему вы знаете не буду рассказывать в 21 веке глядят в компьютер естественно вот это я гляжу телескоп это 2002 год что там я наблюдение веду ничего подобного никаких наблюдений вообще днем происходит купол закрыт а там еще фотография рядом чем я занимаюсь это жидкий азот закачиваю туда эту камеру это никакие не наблюдения хотя я гляжу там а вот это вот наблюдение ночью за компьютером видите там два компьютера одновременно что мы измеряем мы измеряем координаты нашего небесного тела по отношению к звездам есть и другие типы измерений например время движения фотона туда-обратно скажем на Луне есть уголковый отражатель мы пускаем импульс света измеряем сколько времени он летел туда-обратно таким образом вычисляем расстояние до Луны радиолокация поверхности Венера или Марса вот такие измерения ну и вот Доблеровские измерения частоты радиосигнала которые приходят со спутника вот такие измерения происходят РСДБ радиоинтерферметрии со светодлинной базой разница во времени прихода сигнала по времени два телескопа расположены далеко и вот очень интересная вещь косвенное наблюдение положения небесных тел взаимное покрытие затмения спутников вот так как здесь показано спутник на фоне планеты не на фоне планеты размерами сопоставленные на фоне другого спутника то есть два спутника диски летят 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 и начинают пересекаться если они еще не успели пересечься то у нас свет вот вот этот уровень а как только они начали пересекаться часть диска заслоняется поэтому происходит спад звездной величины этот спад можно измерять знаете есть такие переменщики это люди особого сорта они умеют звездные величины мерить без всякого фотометра точнее всякого фотометра так вот значит если мы будем измерять звездную величину этих спутников то мы можем по измерениям спада яркости можем определять позиционную информацию добывать здесь что интересно что обычно там хотят резкостнее вести в телескопе чтобы получше видеть здесь фотометристы наоборот чтобы поточнее верить они из резкости выводят представляете что когда из резкости выйдешь нам оказывается фотометрия точнее делается вот по этой фотометрии можно получать позиционную информацию ну дальше подробнее расскажу значит методы построения модели значит смотрите самое главное это модель движения момент времени туда заталкиваем оттуда выпадают координаты но мы можем в качестве момента времени туда затолкать момент наблюдения что выпадет оттуда выпадет а та самая величина которую мы измеряем и вот именно модель движения концентрирует все наши знания о динамике небесного тела включая все имеющиеся наблюдения потому что модель движения всегда строится на основе всех имеющихся наблюдений а модель движения именно и нужна в практических приложениях значит идея как построение модели Солнечной системы строим модель движения обеспечиваем максимальную близость к действительности и тогда пользуемся этой моделью вот мне Геннадий Иванович Шерминин подсказал такую идею говорит что мы изучаем мы изучаем и небесные тела мы изучаем модель но сначала мы позаботились о том чтобы наша модель была близка к действительности а потом изучаем модель потому что мы модель можем вот она у меня в компьютере модель я могу ее изучать метод вот она модель движения есть результаты наблюдения измеряемая величина у меня выпадает из модели движения из результатов наблюдения никогда нет совпадения о минус с это пресловутый два вместо механика встречается у тебя какие о минус с у меня 0,2 а у тебя какие у меня 0,4 а что ж так вот больше всего интересует это о минус с почему потому что это самая главная информация из этого мы заталкиваем метод уточнения параметра начинаем уточнять сначала параметры движения потом физические параметры потом законы взаимодействия что значит законы взаимодействия это вот это ньютоново механика или механика Эйнштейна а еще можно открыть небесное тело этот Ливерьер открыл аж большую планету он открыл Уран значит каким образом наблюдал очень тщательно Нептун то есть Нептун открыл изучал Уран смотрит Уран не так движется как должно быть по его теории добавил туда воображаемое небесное тело в нем все сошлось когда он говорит своему знакомому наблюдателю погляди-ка вот туда там планета должна быть ну погляд ну да действительно планета там вот так открыли Уран так что открытие можно делать вот значит вот чем шревато эти методы и вот здесь очень важна такая вещь которая отличает небесную механику вот если вы имеете измерение долготы орбитальной в двух местах по времени то вперед предсказание вперед будет иметь вот такую точность точность если вы начинаете продолжать наблюдение с той же самой точностью продолжаем наблюдать с той же самой точностью мы не ждем от инженеров более совершенной техники но наблюдаем с помощью того же самого телескопа посмотрите как точность эфемеридов улучшается только благодаря тому что мы продолжаем наблюдать а вот еще что происходит это о точности наблюдения если точность наблюдения низкая то вот эти О-С как говорят шум ничего тут не видно а вот если точность повысишь смотришь ага тут что-то такое есть а если еще поточнее померить там вообще косинусоиды косинусоиды то есть уже какие-то там возмущения можно искать причину может там еще какая-то одна планета летает а вот еще интересно если у нас есть наблюдение на таком интервале времени видеть там кусок то никакой информации а если мы продолжаем наблюдение это этот же кусок вперед а еще можно продолжать наблюдение назад меня спросит как это можно продолжать наблюдение назад можно значит так и делают небесные механики они когда фемериды назад посчитают они идут в стеклянную библиотеку ищут там эти самые фотопластинки старые и находят небесные тела поэтому наблюдать можно и назад по времени вот если наблюдать по времени назад этот период то мы смотрим а смотри-ка тут парабола а раз парабола все это значит диссипация потому что ни одна сила гравитационной природы без диссипации не может параболу здесь вот так открываем делаем открытие ну есть еще специальные задачи это гнатно-временное обеспечение надземных космических гравитационных служб вот здесь как GPS устроена система глонасс ну я не буду сейчас многое рассказываю о времени значит можно остановиться на этом вот так значит ну все-таки два слова скажу значит модель движения опять видите в центре у нас модель движения спутника в этой модели в этой модели одна опорных пунктов правит вращение земли модель земных прилив сколько всего содержится в этой модели но самое главное это наблюдение давайте давайте пойдем дальше вот очень интересная вещь значит прогонас это GPS это так все знают насколько у нас смартфон в кармане пользуется а вот интересная задача значит решили узнать что было с Солнечной системой 60 миллионов лет назад ну небесный механик такой Жак Лескар значит решил проинтегрировать уравнение движения Солнечной системы назад на 60 миллионов лет а там значит нужно учитывать одновременно вращение небесных тел особенно земли и орбитальные движения совместные отдельно не получается а вращение зависит от сжатия земли динамического сжатия земли естественно так сегодня то мы знаем сжатие земли динамическое а Жак Лескар подумал ага сегодня то да такое сжатие а какое оно было 60 миллионов лет назад никто не знает и он пошел знаете куда к геологам покопайтесь там в недрах земли и узнаете какое было значит это сжатие земли по своей геологии вот 60 миллионов лет назад ну биологи подумали подумали и говорят хорошо мы вам скажем только вот так сначала вам скажите как тогда вращалась земля я скажу так я хочу узнать как вращалась земля зная какое было сжатие земли не он говорит а мы должны знать как тогда вращалась земля завязалось эти две задачи Значит, геологическая и астрономическая. То есть нужно совместно решать, как вращалась Земля и как там менялась ее бездатель. Это знаете, что такое? Не догадываетесь? Это вид Эйфелевой башни, вид снизу. Вы где-нибудь в гугле нашли? Найдете такое? Нет. Там в гугле есть вид Эйфелевой башни сверху и сбоку, а снизу нет. Ну, приходите, я вам скопирую. А вот это днем, а это ночью, а это днем. Вот так выглядит Эйфелева башня снизу. Так, у меня как со временем? До 15. До 2.15, да? Нет, нет, до 15 часов. А то есть еще минут 15 я могу принести? 45 минут еще. Нет, еще 45 минут нужно. А, отлично. Нет, ну я не хочу вас надоедать. Это слишком много, полтора часа слушать. Я скоро закончу. Значит, вот интересная задача тоже. Как определяется масса тела? Ну, я спросил, так вот, знакомых своих по науке, по страфе, и говорит, какую проблему массу определить? Померил звездную величину, перевел ее в абсолютную. Вот, и вот тебе масса. Я говорю, как масса? Значит, яркость. Ну, никаких проблем. Значит, я взял, говорит, гипотезу об Альбедо. Вот. Получил размер. А потом еще гипотезу о плотности вещества. Получил массу. Вот и все, проблема. Но оказывается, и Альбедо, это чем покрашен спутник? Он может быть покрашен астероид белой краской, а может быть черной. Тогда разный размер будет при одной и той же яркости. А сделан он может быть из пенопласта или там из свинца. Тоже будет разная масса при том же самом размере. Вот эти гипотезы принимаются. Они страшно смелые. Им нельзя верить. Вы так можете ошибиться в несколько раз. Ну, астрофизику, может быть, такая точность в несколько раз устраивает, а небесных механиков уж точно не устраивает. Там, если девятый знак не сходится, то небесных механиков это катастрофа. Я доклад тут слушал лишь там. Это величина 10.21 степени или 10.23 степени. А у нас, значит, в небесной механике, если в небятом знаке что-то не сходится, это вообще проблема. Так вот, значит, нужно знать точно массы. И вот массу можно определить по взаимному притяжению небесных тел. Ну, раз они друг на друга влияют, то из-за массы происходит. И вот давно еще, в 2005 году, я, значит, занялся такой задачей. Вот есть два спутника вокруг Юпитера. Гемалия, массивный спутник, и два других спутника. Гемалия их притягивает. И вот им нужно было бы поизучать движение этих двух спутников, чтобы узнать, как Гемалия притягивает. И определить массу. Ну, тут уж точно массы, никаких гипотез не надо. Случайно мне удалось это сделать. Получилась вот такая масса, значит, 0,28. А если вы справочники полезете, вы там увидите значение 0,45. Что интересно, что, значит, мои последователи, американцы Джекобсон и Марина Прозович, они, это я сделал, знаете, куда, в 2005 году. Они в 2012 году повторили этот результат на основе более совершенных наблюдений, больше наблюдений взяли. И они получили тоже 0,28. А если вы сейчас полезете на сайт GPF, это такой институт небесной механики американский, на сайт, ну, там до сих пор, я недавно посмотрел, думаю, наверное, исправили, ведь американец Джекобсон получил, что должно быть 0,28. А у них там до сих пор 0,45. На самом деле 0,28 получается. Вот это было впервые сделано для далеких спутников планет. И что жалко, что мне вот это удалось сделать для Гемалии, больше не удалось ни для одного спутника это сделать. Они слишком слабые, слишком плохо влияют. И знаете, почему, благодаря чему мне удалось это сделать? В 1949 году один из спутников очень близко приблизился к Гемалии. Случайно. Двигался, двигался и приблизился. А когда приблизился, там сильная гравитация, возникло и отклонение большое. Вообще размеры орбит вот этих спутников 10 миллионов километров. Вы можете себе представить. 10 миллионов, 10, еще 6 нулей, да? А расстояние, на которое приблизился один спутник, было 64 тысячи километров. То есть очень близко приблизился. Только благодаря этому мне удалось вот это вот сделать. Больше никакие спутники так не сближались, поэтому больше ничего не удалось сделать. Ну вот это я уже вам успел рассказать. Про то, что значит Ио падает на Юпитер, а не удаляется, как должно было бы быть. Проблема с Прометеем. Ну я в присутствии еще, наверное, эту песенку слышали несколько раз. Как Прометей опоздал рассказать? Прометей опоздал. Вот, Прометей это спутник на краю кольца Сатурна. История такая, ну вот я знаю, что некоторые здесь студенты сидят, они уже эту историю слышали. Вот, значит, на краю кольца летает спутник. Значит, как его обнаружили? Была история, когда кольцо повернулось к нам ребром. Вот как здесь. Кольцо тоненькое. Когда оно не тонко, оно засвечивает. Такой ореол сильный. Вот, и спутника не видно из-за этого ореола, создаваемое кольцом. Случилось, что кольцо стало ребром. Оно тонкое и исчерло. Сразу спутник стал виден. Определили его орбиту, скорость движения вокруг планеты определили. А потом кольцо снова раз появилось. Спутника не видно. Долго его было не видно. Студенты нашей кафедры практикум делали. По практикум у меня есть задача. Определить, когда Сатурн ребром к нам становится. Значит, такую задачу решают. Определяют. И вот через 14 лет снова Сатурн ребром. И снова спутник виден. Прометель. Рассчитали его движение, он должен быть вот здесь, на орбите. Посмотрели, его нету там. Посмотрели сбоку. Ага. Опоздал на целых 20 градусов. Вдоль орбиты опоздал. На своем место предвычисленное. Ну, мне знакомые говорят, слушай, да ты эту скорость движения, оценивание движения не точно посчитал. Если среднее движение чуть добавит, то в красаве 20 градусов мне думают, нет. Мы оценили, оказывается, что точно достаточно среднее движение вычислено, а спутник опоздал. И как только это выяснили, вы знаете, что началось. Публикация, 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 гипотеза, гипотеза, гипотеза. Я насчитал 8 гипотез, от чего бы Прометель опоздал. Ну, потом гипотезы отпадали. Но это не важно. Главное, чтобы было много публикаций. Они друг на друга ссылались. Они говорят, нет, твоя гипотеза неправильная. Друг говорит, нет, твоя неправильная. Друг на друга ссылались. Знаете, цитируемент был страшный у этих людей. ну потом все гипотезы отпадали осталась одна гипотеза на этой же орбите есть еще один спутник невидимый и он-то и возмущает движение Прометей и они там, Прометей с этим спутником занимаются вибрациями вот так вот эти самые туда-сюда вдоль орбиты спутники Прометей вот так вот шевелятся туда-сюда и вот эти 20 градусов это был максимум этой вибрации вдоль орбиты на эти 20 градусов через несколько лет эти 20 градусов набежали в обратную сторону пошли и стал Прометей впереди своего вычисленного значения вот так вот, смотрите-ка, открыли еще один спутник невидимый вот в начале моего доклада помните, были слова что небесные механики делают они помогают увидеть невидимое вот таким образом небесные механики увидели этот спутник который невидим вот вам, пожалуйста, иллюстрация как небесные механики позволяют увидеть невидимое ну, этот спутник до сих пор никто его действительно не увидел но, может быть, там пролетал космический аппарат в Галилео но он так неудобно летел что он туда не пролетел своими камерами ничего там поэтому до сих пор неизвестно что там есть там спутник на самом деле нет но это гипотеза единственная которая осталась вот эта задача, значит, очень интересная она интересная еще знаете почему? потому что я половину своей научной жизни этой задачей занимался поэтому она для меня интересна значит, смотрите планета и четыре спутника ну, допустим, для Юпитера это Галилеевы спутники четыре штуки это такой блин из орбит этот блин наклонен по отношению к орбите Юпитера вокруг Солнца а этот блин, он как гироскоп знаете, все время параллельно сам себе остается и поскольку он наклонен то два раза за период обращения планеты вокруг Солнца этот блин становится к нам ребром не только к нам, но еще к Солнцу ребром и когда этот блин становится к нам ребром вот что происходит, смотрите у нас один спутник проходит под другой вот это, кстати, меньший спутник это Европа а больший спутник это ИО ну и что происходит здесь а еще что происходит один спутник тень отбрасывает на другой видите как тень от одного спутника на другой и вот если это происходит то мы имеем спад суммарного светового потока естественно, зависит от координат спутника поэтому мы здесь получаем позиционную информацию из фотометрии вот видите, как такие кривые получаем ну здесь много всего рассказано значит, факт тот, что эти события происходят так называют события они редки для спутника Юпитера это раз в шесть лет наступают эти события и они происходят там в неделю три-пять событий ну иногда десятка событий в неделю но самое главное, что они начинаются в совершенно определенный момент времени пятнадцать минут спад через пятнадцать минут снова вернулась яркость на свое прежнее состояние в эти пятнадцать минут надо делать фотометрию знаете, что я обнаружил наблюдатели так привыкли что переменные звезды светят всегда и можно ночью попил чайку пошел понаблюдал свою переменную звезду потом, когда хотел, тогда я пошел понаблюдал а здесь, вы знаете, когда я заводействовал еще в двухтысячных годах с наблюдателями оказывается, очень часто они просто прозевали я им дал эти мериты, говорю вот такое-то время нужно открывать затвор мерить я говорю, ну что, понаблюдали ой, ты знаешь, мы опоздали мы собирали-собирали, значит и когда пришли на телескоп, уже событие кончилось значит, и смотрите каждое явление наблюдаемо только на 30% обсерваторий сейчас, извините я лекцию читаю давай через 20 минут вот здесь все это описано в этом слайде и поскольку каждое явление наблюдаемо только на 30% обсерватории на Земле то надо ухватить как можно больше этих явлений пронаблюдать и поэтому организуются международные кампании наблюдений этих явлений Парижский институт небесной механики он сейчас называется институт небесной механики вычислений эфемерин раньше он назывался бюро Долгот вот они организуют эти кампании значит, наблюдатели 70 примерно обсерваторий наблюдают половина из них любительские любители все на балконе постояли телескоп наблюдают прикрутили этот цифровой фотоаппарат обычный телескоп видео сняли вот наблюдают и данные все приходят знаете куда? они приходят к нам в ГАЭШ ко мне в компьютер все эти данные приходят ко мне в компьютер я их обрабатываю и получаю вот эту позиционную информацию организуют французы если бы я организовал вряд ли 70 обсерваторий бы участвовали а французы организуют значит там вот 70 обсерваторий участвуют но это наблюдение оттуда прямиком мой компьютер сюда в ГАЭШ в 77 комнату я там произвожу обработку получаю позиционную информацию то есть координаты взаимные координаты спутников я вычисляю готовлю публикацию и поскольку эти координаты получены из наблюдений этих 70 обсерваторий и авторы наблюдений это около 200 человек то в этой статье я там где-то второй или первой автор у меня 200 авторов и статья опубликована в высокорейтинге научном журнале астрономент астрофизикс я всем говорю хотите чтобы у вас была цитируемость берите телескоп скромненький можно 7 сантиметров в диаметре прикручиваете цифровой фотоаппарат снимаете видео пускайте программки есть на лазерных дисках вы можете купить по крайней мере с программой которая обрабатывает эти видео и получает кривую блеска кривую блеска вы присылаете мне я ее обрабатываю и обязан вас включить число с авторов и вы являетесь с автором высокорейтингом научном журнале у вас цитируемость есть поэтому хотите цитируемость иметь наблюдайте как-то не очень значит не хотят цитируемости вот это все происходит очень интересно это дело вся потому что это международное сотрудничество это взаимодействие людей из разных стран около 20 стран из 20 стран наблюдателей шлют нам наблюдения вот причем были такие казусные ситуации когда наблюдение моему другу во Франции присылают наблюдатель куда они присылают здесь в Новофранции никакого там Емельянова не присылают просто в Париж вот а этот мой друг он эти по e-mail присылает он мне прямо швыряет этот e-mail форум делает я начинаю обрабатывать смотрю либо что-то перепутанное в данных либо не хватает данных я ему пишу слушай вот там из Бразилии мне прислали наблюдения там вот они непонятно какой спутник наблюдали спроси их он пишет бразильцам бразильцам отвечает мне присылает несколько лет назад мне эта история надоела я что сделал я на сайте Гаиши страницу завел как вот ну не знаю навык вот если истину считать то вы в истине там свои статьи присылаете а здесь вы свои наблюдения то есть страница там окошки присылаете туда свои наблюдения они сразу оказываются в моем компьютере вот они не сразу ко мне поступают в компьютер моя программа смотрит все ли там в порядке если там чего-то не хватает то мой софт прямо им обратно говорит на странице ошибка тут тебе вот ты забыл здесь поставить такой значок надо поставить и вот пока наблюдатель все правильно не сделает на странице моя программа не принимает эти наблюдения поэтому теперь я имею всегда кондицию всегда наблюдения пригодные к использованию когда они сразу поступают на мой сайт но я копию сайта сделал в парижском институте два вот их было то есть хочешь присылай в горишь прямо хочешь на парижский но они сразу у меня оказывались вот и люди присылали сначала охотнее на парижский сайт но там случилась катастрофа очень парижский весь веб-сайт упал как говорят программисты два года вы представляете была катастрофа эти как они называются хакеры взломали сайт нарушили его работу и французы только через два года восстановили функционирование этого сайта вы представляете сейчас он заработает а это как раз была эпоха этих явлений ну и пришлось всем присылать не в париж а на в горифе вот такая история очень интересная потому что я здесь занял полносе сто процентов ну я уже заканчиваю значит где брать информацию небесно-механическую вот они здесь перечислены значит источники Jet Propulsion Laboratory говорят переводится лаборатория реактивного движения правильный перевод Jet Propulsion Laboratory это институт небесной механики вот как правильный перевод потому что это на самом деле институт небесной механики раньше он был под эгидой НАСА сейчас он этот институт перешел калифорнийский технологический институт вот он сейчас под эгидой этого калифорнийского института так что Jet Propulsion Laboratory переводится институт небесной механики вот там концентрируются все знания по небесной механики все американские знания по небесной механике они все там ну конечно знаете высочайший уровень но во-первых это довольно большой институт это не наш отдел небесной механики сейчас нас вообще семь человек осталось это крупнейший институт который имеет широкие области работы много народа там много компьютеров много техники всякой то есть это высочайшего уровня институт и как говорится весь мир на них равняется и оттуда черпают информацию второе это в Париже институт небесной механики вычислений эфемерит вот там источник информации Минерпланет центр он сейчас расположен в Америке но это международный институт еще институт прикладной астрономии в Петербурге вы знаете интересный эффект вот кто слушал мои лекции на пятом курсе уже наверное про это знают историю сейчас пропоют значит теория движения планет вот где брать самые точные положения планет ну там Венеры Марса Юпитера оказывается в мире существует три независимых источника и вообще говоря если в прошлые карты посмотреть то этих источников должно было быть всегда не менее трех если два источника независимых по одному источнику планета здесь а по другой на три десятых секунды левее спрашивается где на самом деле планета а вот если источника три и два из них показывают что вот здесь они близко а другой стороне но тот который стороне тот и неправильно поэтому всегда должно быть не менее трех были времена когда их было больше до пяти было источника независимых сейчас их снова три первый источник это это американский институт небесной механики этот пропавший лаборатор второй это парижский институт небесной механики в истории инфемиарит а третий это в Петербурге есть одна дама зовут ее Елена Владимировна Питьева она примерно моего возраста мы с ней знакомы естественно общаемся так вот представьте себе одна женщина создала теория движения планет по точности и по совершенству конкурирующая с этими двумя институтами мировыми там знаете в чем проблема проблема не в числе натурирования числе натурирования все небесные механики хорошо у них делают проблема собрать все наблюдения вот это самая трудоемкая операция американцы собирали независимо французы собирали независимо и Питьева собирала независимо причем я знаю от нее что 90% работы она сама все сделала потрясающе просто когда одна женщина такая работоспособная все сделала то же самое что делает целая институт вот значит Елена Владимировна Питьева в Петербурге вот таких три источника независимых у нас по теории движения планет и вот интересный вопрос мне тут недавно звонит домой Прохоров Михаил Евгеньевич и задает мне такой вопрос очень коварный потому что я был в раскол застан он меня спрашивает а какова точность вычисления кабинет планет сегодня знаете я так задумался я не могу ему ответить я не знаю какая точность почему потому что довольно сложный вопрос ну во первых это точно зависит от того какая планета зависит на какой момент времени на каком интервале времени вот и потом как эту точность оценить ее никто не оценивал единственный способ это сравнивать независимые источники ну я выдал ему то что вот если эти три независимые источника сравнишь между собой то точность положения планет на небе составляет одна сотая секунда любви вот эта разность в координатах планет которые получаются и сравнение двух разных независимых источников ну я ему вот эту цифру и выдал потому что другой у меня нет так вот оказывается это не такая простая задача оценить точность которую ваша теория выдает координаты потому что во первых нужно ни с чем сравнить мы же истинно то мы истинно нам недоступны нам только модели ну в общем вот как-то выкручиваемся в ответе на этот вопрос ну здесь что в ГАИШе сделано вот это наш сайт где вот написано служба естественный спутников планет этот сайт делал я значит я его делал во первых одновременно на сайте ГАИШе и на сайте Парижского института если вы зайдете на сайт Парижского института и попытаетесь знать кто его сделал знаете ключевое слово где искать вот эта самая страница где искать кто это сделал есть такое слово по их нему называется кредит ищите слово кредит кликаешь на кредит и вам освещивается кто это сделал вот там написано сделал это Емельянов в Парижском институте на основе программы сделанной в ГАИШе что вы там прочитаете ну это было давно еще 2002 год вот ну в общем это функционирует во первых одновременно то есть программисты говорят зеркал то есть два совершенно идентичных сайта идентичные выглядят вот значит на ГАИШевском сайте и на сайте Парижского института но единственное отличие моих этих сайтов от того что бывает на других сайтах подобных везде доминирует английский язык все страницы на английском языке в Минантоне Центр зайдете там английский язык ну уже пропавший Лебертар естественно английский язык я это сделал трехязычное на французском языке на английском и на русском сначала на русском было только в ГАИШе думаю француз говорит слушай у тебя на русском языке только в ГАИШе давай сделай это у нас на Парижском чтобы тоже был на русском языке поэтому и на Парижском и на нашем ГАИШевском сайте Это не так уж важно, потому что специалисты тут английский знают хорошо. Ну, вот здесь вот все. Спасибо. Ну что, нет вопросов? Тогда я пойду. Есть вопросы? Все очень интересно. Спасибо большое. Так, я скину. Так, я там копировал.